Ну что же, дорогие товарищи, мы же сегодня с вами встречаемся с Николаем Николаевичем Миклухом Аклаем, руководителем Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научным сотрудником Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, Институт Восковедения Российской Академии Наук, а, конечно же, с основателем и директором фонда имени Миклуха Маклая. Николай Николаевич, доброе утро. Скучали без вас? Да. Доброе утро. Я тоже скучал. Я думаю, у нас сегодня с вами очень интересная тема вы задали. Да-да-да. Причем мы ее ведь берегли на самое, можно сказать, сладкое, потому что история ведь будет касаться, дорогие товарищи, каннибализма. Да-да-да-да. И Николай Николаевич хочет нам объяснить, что папуасы совершенно не опасны. Но мы хотим услышать аргументы, потому что каннибалы, они в нашем представлении жутко как охотятся за людьми, чтобы их съесть побыстрее. Ну да-да. И тема сегодня у нас интересная, действительно, история каннибализма и почему папуасы совсем не опасно мы задали. И я, конечно, два слова должен сказать вообще об истории каннибализма, потому что дело-то это достаточно известное, но хотелось бы несколько моментов все-таки осветить, потому что в основном, конечно, в Европе это стало, среди культурного сообщества, стало известно после эпохи великих географических открытий. Ну, когда человек стал активно исследовать мир, и путешественники познакомились с новыми традициями народов, которые практиковали на тот момент каннибализм, поедание так называемой себе подобных. Ну, география каннибализма вообще обширна. То есть мы можем говорить не только о моей любимой папуу Новогвинеи, в которой такие случаи были. Это и Африка, и африканские континенты, и Южная Америка, и Азия, и Европе даже были. Потому что, ну, откровенно сказать, в 17 веке еще были случаи, когда действительно передали человеческую плоть после казни каких-либо преступников. И это считалось нормой, и в некоторых случаях даже деликатесом. Но через некоторое время об этом забыли. И если говорить о, соответственно, том тех народах, которые жили не на европейском континенте, а в основном, соответственно, на островах, нехватка пищевых ресурсов была одной из причин того, что жители еще и в каменном веке, ну, скажем так, не в каменном веке, а в период того, когда они использовали каменное оружие, они действительно ели себе подобных. Ну, мы можем, кстати, говорить, кстати, говоря... Михаил Николаевич, а вопрос-то, с какой целью ели? Вот вопрос самый главный. Да, и это, кстати говоря, самое интересное. Потому что целей было достаточно... У каждого разные абсолютно. Ну, мы вообще можем здесь подразделить на несколько причин. Это ритуальный, то есть взять силу врага. Это лекарственные препараты. Я вам должен сказать, что в Европе некоторые использовали, к сожалению, это все дело. И жертвоприношение, месть. Ну, и, как я уже сказал, это нехватка пищевых ресурсов. К сожалению, это основные причины, почему это происходило. Но я вам должен сказать, что, кстати говоря, пошло-то все от нашего уважаемого Колумба, еще до открытия Америки, который как раз и доложил испанскому королю о том, что на островах, которые он изучал, есть такой интересный народ, гнибал, каннибал. И, соответственно, они-то как раз и поедают себе подобных. Отсюда и пошло как раз само название каннибализм. То есть в некоторых случаях это считалось именно как раз каннибал как храбрый, по крайней мере, на тех островах, которые посетил именно Колумб, и где он это зафиксировал. А это было как раз еще, я вам должен отметить, что это как раз острова Гаити, жители Багамских островов. То есть вообще, в принципе, достаточно приличные люди сейчас, как мы понимаем. И именно от них-то и пошло вот это вот само по себе название. Ну а если говорить уже о настоящем этапе, то есть изучении острова Новой Гвинеи, потому что мы же сегодня говорим о папуасах, а папуасы у нас населяют остров Новой Гвинеи. Остров Новой Гвинеи недалеко от Австралии, напомню. И разделен на две части. Слева у нас Индонезия, а справа Папуа Новой Гвинеи. Но независимо от этого, на всей территории проживают папуасы. И папуа Новой Гвинеицы, как мы можем сейчас сказать в правой части, и индонезийцы в левом. Ну, давайте мы с вами посмотрим на интересные факты. Я хотел бы отметить несколько цитат Николая Николаевича Миклуха Маклая, который во время своего путешествия сделал в своих дневниках и отправлялся, если вы помните, он как раз как последний путь именно по причине того, что напугали тем, что действительно папуасы очень кровожадны, и что навряд ли он останется в живых. Так вот, именно интересно, он сделал заметки об этом. Что касается дон рабов папуасов, как он писал в своих дневниках, они довольно добродушны и гостеприимны. Конечно, нельзя отрицать того, что и до сих пор среди них не уничтожено людоедство, но они употребляют в пищу только тела убитых врагов, не желая, чтобы даром пропадали вкусные блюда. Ну и с почтением относятся к трупам своих покойников. Людоедство на берегу Маклая, а это 300 километров северо-восток у острова Новая Гвинея, было действительно только в некоторых местах. И в основном людоедство у папуасов берет исток к войне, как он отмечает. Это и после него отмечалось. Потому что именно маги, которые говорили, что человек в их деревне умер не случайно, а именно потому, что на него нагнали какую-то порчу, указывали на того врага, который другое племя потом приходило убивать. И это достаточно зачастую происходило, поэтому междоусобные войны такие были. И когда, соответственно, врага убивали, происходила уже ситуация... То есть, Николай Николаевич, это принцип бережливости, да? То есть не пропадать же добру вкусняшки, да? Вот, в принципе, вот такой подход. Экономный такой вот, рачительный, я бы сказал, да, к хозяйству. Абсолютно. Ну и это позволяло сохранять вообще и популяцию. Дело в том, что у нас много известных фактов, что, к сожалению, в том регионе достаточно мало белка. И в пищу они использовали человеческое мясо именно в тот период, когда необходимо было, ну, каким-то образом восполнять это. И это было определенной традицией, не считалось чем-то нехорошим. Вообще, в принципе, мы можем сказать, что, например, Колумб, когда привез своих первых рабов в Испанию, он оправдывал свои действия, почему он так делал, и почему он таким образом уничтожал коренное население тем, что они являются людьми второго сворта из-за того, что едят других, забывая о том, что в Европе несколько сотен лет назад до этого тоже поедали. Поэтому здесь такой вопрос, касаемый именно традиций определенных народов. И если эти традиции сейчас уже на современном этапе они уже ушли, они ушли почему? Потому что во многом миссионеры все-таки объяснили о том, что это дело нехорошее. И Папа у Новой Гвинеи сейчас считается все-таки государством, которое проповедует. И у них там много католиков, лютеран, и те, которые люди все абсолютно посещают так или иначе церкви. И эта традиция, она, в принципе, ушла. То есть, во-первых, нет необходимости, как мы понимаем, есть достаток уже белка, и можно это все-таки в хорошем отношении пополнять. А вы же вот не так давно вернулись из путешествия, нам рассказывали в те земли, о которых-то мы сегодня рассказываем, говорим с нашими слушателями. А вот там как у них действительно с продовольствием? Там окорочка, заливное, колбаса, пельмени. Как у них с мясом-то обстоят дела вот так в сельпо, в прудмагах? Вы знаете, ну, прудмагов нету, это радует. Все-таки до сих пор меняются люди, да. Хороший продукт на хороший. Ну, если говорить о регионе Мадан, где я был, там, конечно, в основном рыба. Это то, что они используют, ну, потому что прибрежный регион. А вторая часть – это было озеро Кутубу, Южное Нагорье. Озеро Кутубу, конечно, точно также имеет уникальных 12, кстати говоря, эндемиков рыб, которые только там находятся, много разных животных. Но там интересная традиция, они абсолютно отличаются от пупасов Маданга. Например, захоронение черепов у них происходило практически до 90-го года наскальное захоронение. И такие случаи были именно по той причине, что они боялись хранить землю. То есть, по их мифам, это абсолютно неприемлемо, они не знают, что же произойдет. И вот в их традиции было такое, что во время того, когда были междоусобные войны, они, соответственно, поедали тех врагов, которые были, соответственно, убиты ими. Но вот Миклух Маклай... Но времена изменились, это очень отрадно, а то я уже начал волноваться, что вы рискуете. Николай Николаевич Миклух Маклай в нашем проекте «Ново племя незнакомое». Сергей Стилавин и его друзья на Мэйке. Дорогие друзья, ну что же, прямо сейчас наш звукорежиссер Владислав Александрович начал работу творческую над созданием нового ролика для, так сказать, для того, чтобы наша программа получила должное оформление. Правильно, Владислав Александрович? Да. Абсолютно. Я даже ролик придумал. Жаль, только одна программа про каннибализм, понимаете. Я уже придумал. Такой звук костра. Да. И вот такой, знаете, вот готовят хруст. Хруст. Чавканье, да? Понятно. Нет, не подходит такой ролик. Не подходит. Нельзя. Значит, прочие такие фантазии. Николай Николаевич Миклух Маклай, конечно же, основатель и директор фонда имени Миклух Маклай и путешественник, руководитель научного центра. Сегодня мы говорим об истории каннибализма, но вот по последним данным разведки, а разведчиком был сам Николай Николаевич, папуасы совершенно не опасны, да? И, Николай Николаевич, а если брать, вот, опять же, вашего знаменитого предка Николая Николаевича, да, то сталкивался ли он с какими-то подобными фактами? Вот в его записках что-то вроде заметок очевидца было на эту тему, о которой мы сегодня говорим? Конечно, было. Я даже могу вам сказать, он описал, как в основном, по словам, он не видел фиг фактически, но по словам самих папуасов, приготовляют того воина, которого убили. Ну, во-первых, едят они абсолютно, вскрывают ему живот и вытаскивают все внутренности, а потом уже жарят на костре. После этого разделывают, и дальше два варианта, или, соответственно, в горшок глиняный, или, соответственно, дальше продолжают вот так же жарить, парить. И в основном это все-таки жареное, конечно же, мясо, не вареное. Жарко. Да. Вы знаете, интересный факт, что оказывается мясо абсолютно что человека, что других животных, оно никаким образом не отличается чисто по структуре. То есть мы в этом плане как бы не имеем отличия. Главной мозг у нас отличает от животного, но ни в коем случае не мясо. Поэтому по вкусу, вот по крайней мере, то, что говорят путешественники, оно абсолютно разное. Кому-то кажется, что это свинина больше, кому-то кажется, что это больше говядина из тех фактов. Ну, то есть в силу своей испорченности собственной, да, в принципе, людям кажется что-то такое, да? Вы знаете, вот девиста наших друзей-папуасов очень хорошая. Друзья всем, враги никому. И это именно сейчас. Вот они прошли через как раз тот этап, когда они враждовали между собой. И сейчас какая-то вражда вот именно благодаря действительно миссионерам с целью того, чтобы поедать себе подобных, она ушла. Должен сказать, что, конечно, в Папу-Ново-Гвинеи это страна тысячи глаз. Если ты там оказываешься, то обязательно земля чья-то. То есть если мы оказываемся в России на нашей огромнейшей, интереснейшей территории, то иногда это может быть безлюдное место, и никому нету до нас дела. Вот если ты оказался в Папу-Ново-Гвинеи, дело до тебя есть обязательно. Через некоторое время к тебе обязательно кто-то подойдет, узнает, кто ты, что ты и почему, и с какой целью. И вот самое безопасное в Папу-Ново-Гвинеи, это оказываться в случае в каждом месте, обязательно согласовывая свой визит. Но в этом есть и свои плюсы. Во-первых, ты узнаешь, куда ты идешь, а во-вторых, тебя действительно совсем по-другому встречают. Ну а так по-другому что, как незваный гость. И вот я был именно в тех местах, которые в некоторых случаях не посещали и путешественники, и ученые, в частности, вот на озере Кутубов, достаточно давно не проходило исследование, именно потому что не было согласованности и понимания их культуры. Ну, у нас принято и нормально считаться, если это хайвей, то это хайвей. А у них хайвей – это действительно разбитая дорога, пока еще нет инфраструктуры. Так же, как и традиции. Если у нас там совсем немножечко отличается, если к тебе приходит человек, то ты в любом случае можешь его принять. Там же ты его принимаешь, если, конечно же, ты узнаешь, кто он и как. Есть вот эти вот свои особенности, и очень интересно за этим наблюдать. Люди имеют свои разные культурные традиции, и они отошли сейчас уже на современном этапе от того, чтобы поедать себе подобных. Поэтому, конечно же, мы с вами поговорим потом, я думаю, о тех маршрутах, путешественниках, туристах, которые и с вами, скорее всего, через некоторое время, уж сколько мы с вами эту тему обсуждаем, поедем. Посмотрим, что на костре тебя жарят только свинью. Ну, хотелось бы, конечно, верить, но и гарантии тоже нужны. Николай Николаевич, а вот вы упоминали, да, об этих, так сказать, просвещении, да, о проповедниках, которые людей как бы наставляют на путь истинный, да, местных. А, в принципе-то, до какого десятилетия XX века-то эта вся история все-таки была такой вот живой? Хотя слово «живая» в этом контексте звучит несколько, скажем так, парадоксально, но тем не менее. Ну, смотрите, в 1975 году страна обрела независимость. Вот я знаю, есть несколько случаев, когда были действительно описаны они в газетах, да, о том, что происходили в связи с тем, что маги нагнали какую-то порчу, вот другие пришли им отомстить за это, потому что эти маги убили их родственников. Это похоже на то, что заложено в их традициях, и вот этих вот товарищей якобы съели. У меня нет факта того, что их съели, но это очень похоже. Это было еще в 90-х годах. Но вот после этого, это как единичный случай, после этого такой информации не появлялась. Ну, давайте так скажем, Николай Николаевич, риск минимальный, да, риск минимальный, это все понятно. Кстати, отдельную программу, Николай Николаевич, надо посвятить вот этим всем магическим историям, да, потому что, так сказать, наблюдаю за тем, что некоторая деградация в этом смысле и у нас происходит, некоторые ритуальные какие-то вещи, особенно, так сказать, среди женской популяции, вот они достаточно имеют большую популярность, да, извините за тавтологию. Вот, Николай Николаевич, а вот эти магические ритуалы, они вот у них там, у папуасов, они реально работают? Вот вы можете это подтвердить? Ну, я должен вам сказать, что вот последний раз мы общались именно с одним из магов, мне очень повезло, да, на озере Кутборо, он жаловался на то, что, к сожалению, молодежь не прислушивается сейчас, и очень редко когда действительно слушает его наставления. Однако он показал мне тот цветок и то растение, да, которое обязательным образом ставит рядом со своим домом, и если оно правильным образом показывает, то оно указывает на врага, которого следует убить в случае того, если вдруг кто-то нанес на него порчу. То есть такие есть, но, к сожалению, как вот я сказал... И потом съесть, правильно? То есть вот... А съесть вот здесь останавливаются, да, почему? Потому что вы же помните, да, что... Ну, да, да, уже стали образованными, я понимаю, уже образовали их, да. Николай Николаевич Миклух Маклай в нашем новом проекте «Племя незнакомая». Сегодня немножко о каннибализме поговорим. Ну, что, это исторический факт, товарищи, никуда от него не денешься, да. Продолжение следует... Продолжение следует...